Уделка Лена Ашера. Но это, как говорится, даже не надо идти в будущее, это в прошлом. Это то, что не получили, но то, что должны были получить. И в будущем определяется еще дополнительными вещами. Это работа тяжелая по захвату территории царя Давида. Плюс уведомления, данные через пророка Ихискеля. И наша граница там, по хорошим прогнозам, доходит, собственно, до реки. До реки Ефрат, это город Халиб на севере Сирии. А с Сирией-то что? В Сирии все в порядке. Что у нас там с голланами? Тоже там. Голланы, это даже не вопрос. Они просто поглощены всей той территорией, куда мы должны зайти. То есть восточная граница проходит по Сирии и по территории Иордании? Северная. По северной Иордании. А восточная, опять же, по... А, северная граница. Да, северная. То есть мы идем по северной. Отсекает кусок Ливана и кусок Сирии. Да. Восточная граница. Мы, в общем-то, как бы идем по названию Месопотамия, где, собственно, между речи находятся реки Ефрат и Тигр или Прат и Хидекель. Так вот, Ефрат это наша граница. Но многие взяли, прочертили горизонтально. Здесь на карте нет. Горизонтально. Линию от Синая и до Ефрата на выходе в Персидский залив. Это, скажем так, уже не религиозный, а самый оптимистический... То есть, как говорится, Багдад это наш город, в принципе? Нет. Он с другой стороны реки. А, он с той стороны Ефрат. Ну, Дамаск вроде наш. Я слышала, что Дамаск и Мигдаш это одни и те же буквы, не случайно. Что Дамаск должен быть нашим. Причем Давид уже побывал в Дамаске, то есть уже прецедент был. Ага, замечательно. Повторим. В этом отношении даже не вопрос. Более того, если уж брать на уровне Галахи, то с точки зрения святости Земли, Сирия идет в следующие ступени. У меня вопрос по поводу оптимизма на будущее. Вот эта вот Земля, которую вы сейчас нам, так сказать, виртуально прочертили, надеюсь, наши телезрители представили это себе ярко. Она в километрах, в смысле километрах, она как-то может нас утешить? Насколько мы удваиваем свою территорию, удваиваем, учетверяем? Ну, скажем, по тому, какой Израиль сегодня, это 21 тысяча квадратных километров. Мне всегда приятно видеть страны, в которых немножко меньше думаем. Ну, а вот со всеми этими этапами мы выходим... ...считает, что 14, но мы считаем, что 20. Нет, 20 это как раз более или менее, потому что 14 это с 47-го года, ушедшая эпоха. У нас с плюсом, у нас 25-26 сейчас. Насчет ушедшей эпохи, будем надеяться, что она уже слабее из возврата. А вот с добавками сколько будет? С добавками выходит раз в 10 больше. Раз в 10 больше? Я боюсь, что я скромный. 210? Ну, то есть хорошая страна, нормальная страна, хорошая страна. Нормальная страна, нормального развития. Ну, вот когда у нас будет такая большая страна, вот тогда мы оправдаем 30 министров на такую большую страну. А мы уже заранее готовимся. А мы готовимся. Да, мы готовимся заранее. Ну что ж, это, в общем, приятно. Скажите, пожалуйста, то есть вот вы сейчас сказали, что это входит в понятие Святой Земли, это не входит в понятие Святой Земли. Это более сложный вопрос, у меня такой простой, потому что было еще понятие Швацион, то есть изгнание в Вавилон, затем возвращение. И было определение, данное уже мудрецами, ну, может быть, как утверждают люди, прагматичные для того, чтобы облегчить жизнь простого люда. То есть, например, город Акко был выключен из состава Святой Земли, вплоть до того, что, если мы посмотрим старые могилы, вот еще даже 19 века, жившие в Акко евреи хоронили в соседней арабской деревне. Потому что Акко не было Святой Землей, а хотелось быть похороненным в Святой Земле. И на нее, на эту землю, то есть Акко и Севернее, не распространялось понятие Седьмого года. А также, как вы, может быть, и не предполагали бы, но город Ашкелон, который принадлежал Птолемеям, то есть египтянам, Клеопатрии в свое время, этот город тоже был за пределами. Поскольку с Птолемеями евреи более или менее ладили уже во времена победы в Хануку, то есть знаменитой победы над соперниками и врагами Птолемеям с селевкидами. И Ашкелон остался за пределами, то есть тоже не было. Поэтому есть очень-очень сокращенный вариант, который сегодня изменяется в связи с изменением и территории государства. Наверное, в связи еще и с тем, что мы приближаемся к тому времени, о котором Бог говорил Аврааму, что все-таки это будет только наше. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы нам там все точный и замечательный проект. Главное, спасибо за вот эту цифру 210 тысяч квадратных километров.